всем привет и добро пожаловать снова на мой канал и я как всегда хочу сказать всем огромное спасибо за то что вы еще здесь за то что вы со мной это невероятное счастье несмотря на тот кошмар и ужас который происходит за окном и тебе не хочется верить в это все но увы это реальность она такова но тем не менее возвращаться к работе нужно жизнь продолжается это мне нужно это нужно многим людям которые мне писали и просили я это понимаю мне очень сложно это было делать честно я сейчас вот как будто в первый раз вот сел и не понимаю как говорить что говорить как делать но как-то это все будет в общем поэтому я надеюсь на вашу поддержку на ваше понимание поскольку за окном кошмар который мы находимся уже почти две недели но тем не менее я нуждаюсь в этом в этом нуждаются многие другие люди в общении нам нужно отвлекаться нам нужно находить хоть что-то другое не то что транслируется отовсюду со всех каналов новостных изданий и так далее потому что это какое-то безумие и весь тот ужас который происходит конечно он не закончился но я искренне верю и надеюсь что все это закончится в ближайшее время я думаю что все люди все адекватные люди как минимум точно этого хотят по многочисленным просьбам людей которые мне писали зрители этого канала они просили чтобы я вернулся хоть что-то начинал делать но я не понимаю как быть что делать но в общем вот сейчас вот у меня получается все заново и выпуске каждый день точно не будут они будут возможно раз в неделю возможно раз в несколько дней я не я еще пока что ничего не понял сам потому как сами понимаете моя голова как и многих жителей украины обеспокоена совсем другими вещами если я смогу помочь хоть кому-то тем что я как-то отвлеку развлеку я не знаю смогу поднять боевой дух морально как-то приподнять настроение людям потому что сейчас многие устали всех беспокоит один и тот же вопрос а как же дальше что будет дальше а что будет завтра этот вопрос его задают себе многие я в том числе у меня нет на него ответа честно и это пугает это пугает всех нас ну вот я чувствую своим нутром честно вот искренне я настроен только на лучшее я настроена то что несмотря на все то что произошло все равно будет тот рассвет будет все красиво будет все хорошо все будет налаживаться вопрос только когда я не знаю но это будет я надеюсь что совсем скоро мне этого очень хотелось то единственное наверное чего бы я сегодня хотел вот собственно что я хотел сказать сегодня и погода такая знаете вот как состояние людей она так резко меняется солнце потом тучи тут же снег тут дождь тут и ветер тут опять солнце вот это вот знаете погода но вот правда птицы летали как-то так активно я сегодня вот выглянул в окно и не понимаю что происходит с погодой потом думаю ну как с погодой происходит ровно то что происходит состоянием наверное многих людей по крайней мере моего точно потому что я знаете просыпаешься в одном то что ты просыпаешься это уже прекрасно как бы это сейчас странно не звучало да но я думаю многие люди понимают о чем я говорю и ты радуешься но вот в течение дня у тебя состояние может меняться настроение как сегодняшняя погода но я надеюсь что все это утихнет, все это закончится все будет хорошо, вы знаете, что на этом канале всегда за добро, я всегда за справедливость, я всегда за то чтобы сеять какую-то вот ну хорошую энергетику, сегодня слишком много всего плохого, поэтому я надеюсь, что у меня получится хоть как-то вам всем принести какое-то тепло, какое-то добро, чтобы вам хоть как-то стало хорошо от этого, я знаю, что возможно найдутся те люди, которые меня не поймут я и к этому готов, но я надеюсь искренне на вашу поддержку И что вы понимаете, да, потому что я это делаю не только для вас, я это также делаю для себя, потому что находиться просто в четырёх стенах и жить в неведении, непонимании, что и как будет дальше, я так больше не могу, я просто сойду с ума, поэтому я потихоньку буду возвращаться к работе, несмотря на всё то, что происходит за окном. Но я всё-таки жду, я жду, и я дождусь, и вы дождётесь всех перемен к лучшему, и всё будет нормально, всё будет хорошо, я это знаю, нужно просто потерпеть, выдержать, выстоять, мы сможем, и всё будет прекрасно. Вот такое у меня было сегодня эмоциональное немного выступление, вступление, простите, я не готовил его, честно, я вообще не мог понять, а стоит ли и не стоит это всё начинать, но понял, что всё-таки стоит, поэтому как будет, так будет, в общем, я всем желаю всего хорошего, прекрасного настроения. Надеюсь, что вам понравится этот выпуск, и надеюсь, что я вам хоть как-то помогу чем-то, если вам в любом случае кому-то нужно просто поговорить, вам не с кем, вам страшно, вы всегда можете прийти в наш телеграм-канал, у нас там хорошая компания, мы всегда можем пообщаться, поддержать друг друга, успокоить, вы можете писать здесь на ютюбе, вы можете писать в инстаграм, всё, чем я смогу помочь вам, я открыт, пожалуйста. Но всё, чего я прошу от всех зрителей этого канала, оставаться людьми, оставаться людьми в это непростое время, как бы это сложно не было, я знаю, что это трудно, но это нужно делать, потому что мы люди, и нужно об этом не забывать. Надеюсь, вы меня услышали, надеюсь, хоть до большей части людей мне удалось достучаться. Но перед тем, как мы перейдём к новостям, я вас, как всегда, попрошу поставить палец вверх по старинке, если кто-то ещё не подписан, конечно, подписывайтесь к нам, здесь хороший, добрый канал, вам здесь будет, по крайней мере, комфортно. Всем тем, кто от меня отписался, обиделся, я вас всё-таки ещё жду, вы можете вернуться, мои двери открыты, я ни на кого не держу зла, и вы не держите на меня. Давайте с пониманием, с каким-то терпением, сочувствуем будем относиться к друг другу. Не хочется, чтобы всё-таки на этом канале оставалось настроение света, добра и чего-то хорошего. Это то, что я пытаюсь нести всегда в этот мир, надеюсь, вы меня поняли. В общем, лайки ставьте, это обязательно, без этого никак, несмотря на всё то, что происходит, а лайки лайками, подписки подписками, ну и, конечно, потом в течение ролика комментируйте всё, что посчитаете нужным. Ну, всем желаю приятного просмотра, хорошего дня, мирного неба и, самое главное, спокойствия. Ну что ж, начнём. Бенедикт Кэмбербэтч получил звезду на Голливудской аллее славы. Это очередное доказательство его стремительно обозросшей в последние годы популярности. Сейчас Кэмбербэтч блещет в киновселенной Марвел, я, кстати, являюсь поклонником, обожаю Марвел, особенно Доктора Стрэндж, готовясь к сольному появлению в сиквеле Доктора Стрэнджа. Кроме того, актёр считается одним из лидеров в предстоящей оскароносной гонке. Его номинировали как лучшего актёра за роль в вестерне «Власть пса». Его соперниками станут Хавьер Бердом, Уилл Смит, Дензел Вашингтон и Эндрю Гарфилл. Пожелаем им всем удачи, пусть победит. Я даже не знаю, как сказать, достойнейшие, они все достойны. Торжественная церемония на Аллее Славы прошла 28 февраля, вот буквально недавно, поэтому поздравляем Бенедикта Кэмбербэтча с его долгожданной звездой на Аллее Славы. Релиз фирмы «Аватар 2» переносить не собираются. Релиз по-прежнему запланирован на 15 декабря 2022 года, об этом глава компании Стив Апселл рассказал в интервью. Первым сообщением о возможном сиквеле «Аватара» появился еще в 2006 году, за три года до премьеры оригинальной ленты. Работа над второй частью началась в 2010 году, а релиз был запланирован на 2014 год. Впоследствии старт производства и премьера неоднократно откладывались на момент публикации материала об «Аватар 2» почти нет подробностей. И вот, все-таки в этом году ее представят вторую часть долгожданную, я никогда не забуду первую часть «Аватара», я об этом рассказывал. Это был Киев, это был кинотеатр «Ленинград», на тот момент еще сейчас он называется «Днепро» или «Украина», я не помню, честно, не знаю. Это было холодно, я весь фильм сидел, как будто у меня не то что 3D спецэффекты были, а по полной программе, как будто меня куда-то, не знаю, в тундру закинули. Я просто так замерзал, я не знал, что делать. Ну и под конец этого фильма меня еще и клещ укусил, и растите клоп меня укусил, что было вообще фееричным окончанием просмотра. Именно так я запомнил первую часть «Аватара», надеюсь, вторая пройдет более спокойно. Также стартовали съемки третьего сезона Теда Лассу, я рекомендовал этот сериал, очень хороший, легкий, ненапряженный. Вот сейчас-то то, что нужно, если есть возможность, посмотрите, возможно, как-то вам поднимет настроение. Мне очень понравилось, в официальном инстаграмм Apple TV появился пост, объявляющий о старте съемок третьего сезона Теда Лассу. И это прекрасно. Ранее один из создателей сериала рассказал, что новые серии могут выйти не раньше 2023 года. Ну, будем ждать. Кто еще не смотрел, я вам рекомендую. Сейчас то, что нужно. Роберт Паттисон заявил об интересе к сиквелу «Дюна». В интервью «Звезда нового Бэтмена», а он теперь новый у нас Бэтмен, Роберт Паттисон рассказал о том, что в продолжении каких-либо фильмов он бы снялся. И вот его прямая цитата. Есть только два фильма, но уже три, в сиквелах которых я бы хотел сыграть. Это «Планета обезьян», «Убийца» и «Дюна». Над ремейком «Планета обезьян» и двумя сиквелами работал Мэтт Ривз, постановщик Бэтмена. «Убийцу» и «Дюну» снял Дэнни Вильнёв. Сиквел «Дюна» был официально подтвержден Вильнёвым из студии Warner Brothers. Его съемки стартуют летом, а сам фильм выйдет осенью 2023 года. Всего полтора года, осталось ждать, и мы с вами сможем увидеть, обязательно увидим вторую часть «Дюны». Я, кстати, смотрел первую, мне очень понравилось. Не знаю, как вам, шикарная игра актеров, так что, если кто-то не смотрел, посмотрите. Дримворкс поделился первым тизером продолжения «Кота в сапогах». В ролике герой, известный по Шреку, хочет спеть песню, но в итоге на него падает колокол. «У кошек 9 жизней, не так ли? Что самое худшее может случиться?» Через 8 дней смотрите трейлер «Кота в сапогах», так говорится в описании. Таким образом, премьера волноценного трейлера состоится 15 марта. Ну, мы её по понятным причинам у себя не сможем посмотреть, но, возможно, те люди, которые находятся в других странах, обязательно сможете это всё увидеть. Роберт Дауни-младший и Шейн Блэк, за плечами которых два совместных проекта, снова поработают вместе. Вслед за поцелуем на вылет и «Железным человеком 3» тандем снимет фильм, основанный на творчестве писателя Дональда Уэстлейка, известного под псевдонимом Ричард Старк. Главным героем его романом является талантливый вор Паркер, который фигурирует с 24 из 28 романов. Многие из них уже были переносили на экраны. Теперь эти ряды пополнит и Роберт Дауни-младший, который покинул киновселенную Марвел. И больше «Железного человека» в его исполнении мы не увидим. Актриса Аманда Байн обратилась в суд с просьбой отменить опекунство над ней. Видимо, она вдохновилась Бритни Спирс и решила последовать её же примеру. Помните некогда популярные подростковые комедии «Она мужчина и отличница лёгкого поведения»? Так вот, исполнительница главных ролей с 2014 года находится под контролем своей матери, поскольку у актрисы была тоже зависимость алкогольная и не только, но ещё и плюс биполярное расстройство. Адвокаты Аманды заявили, что спустя 7 лет она чувствует себя гораздо лучше и что защита суда по данному вопросу ей больше не требуется. Возможно и так. Ну давайте ей пожелаем удачи, но если вспомнить уже Бритни Спирс, я тут недавно открыл её инстаграм, посмотрел, там всё стабильно. Эти безумные танцы, эти безумные глаза. В общем, Бритни, мне кажется, вообще находится в какой-то своей вселенной. Нужно ей написать и уточнить, что это за вселенная. Гилья актёров США объявила под своих победителей. Традиционно считается, что результаты премии могут предсказать исход оскаровской гонки, поскольку члены гильдии обладают большим числом голосов в Американской Академии. В категории полнометражных фильмов сразу две награды получила картина Сода, «Ребёнок глухих родителей». Лучший актёр был признан Уилл Смит, сыгравший главную роль в спортивном бойкопе «Король Ричард». Лучшей актрисой назвали Джессику Чейстон, исполнившую роль знаменитой телепроповедницы в фильме «Глаза Тэми Фэй». Вы, кстати, можете сразу себе записывать какие-то фильмы, посмотреть. Ариана Дебосс, известная сайской истории, получила приз как лучшая актриса второго плана. Среди телесериалов отметился, разумеется, «Игра в кальмара». Поэтому ждём, совсем скоро пройдёт «Оскар», и мы узнаем, кто же стал лучшими по версии гильдии актёров США. Эмир Кустурица заявил, что не собирается возглавлять театр российской армии. Культовый сербский режиссёр решил вдруг опровергнуть информацию о том, что принял предложение стать главным режиссёром Центрального академического театра. И уточнил, что планировал лишь поставить в театре несколько спектаклей, а не то, что там гуляла информация. А на этом видео вы можете увидеть, какие бывают конфузы на всяких вечеринках, премьерах и так далее. Иногда обниматься опасно, особенно если вы на ковровой дорожке. Вот так застряли, зацепившись нарядами Сальма Хайк и Фрэнд Дрэшер в уборной и чуть было не опоздали с выходом на сцену церемонии вручения премии гильдии киноактеров. Ну, бывает такое. Все вот стразики, вот эти наряды, там, видимо, всё дизайнерское. Самое главное, что вовремя пришла чародейка-волшебница. Всё там своими волшебными руками распутала, и они отправились себе спокойно дальше отдыхать. Памела Андерсон решила лично высказаться о своей жизни. Как мы знаем, звезда спасателей Малибу и не только. Осталась, мягко говоря, не в восторге от сериала «Пэм и Томми». И не раз говорила, что не имеет с этим проектом ничего общего. И вот стало известно, что Netflix снимет документалку о Памеле Андерсон, где она обещает прояснить миллион неправильных представлений о её отношениях с Томми Ли, а заодно ни один миллион заработать. Фильм получил многообещающее название «Не жертва, а выжившая». И в нём будет полно архивных и документальных кадров, которые раньше никто и никогда не видел. Ну что, хочется сказать, ждём, с удовольствием всё посмотрим. Ну ещё немного про «Оскар». Помните, в этом году я говорил о том, что ввели специальное зрительское онлайн-голосование за лучший фильм. В нём уже намечается лидер, ну и это было вполне ожидаемое, «Человек-паук». На пути домой за него отдано 26% голосов США. Следом за ним идёт мультфильм «Энканто», ну и замыкают тройку «Золушка». Так что уже совсем скоро, 27 марта, мы узнаем, какую же премию однозначно получит «Человек-паук». Я думаю, явно ему нет равных, однозначно это победитель. Ну и непонятные новости насчёт Аллы Пугачёвой. Многие СМИ писали о том, что она покинула очень срочно и быстро страну свою. Понятно, по каким причинам. Потому что не так давно Максим Галкин выложил у себя пост, который не понравился руководству его страны. Собственно, из-за этого начались у него проблемы отмена концертов. Ну и, в общем, дальше его там начинают потихонечку закрывать. Ну и тут же появилась информация о том, что Алла Пугачёва вместе с детьми экстренно, срочно выехала. Только непонятно куда. То ли в Латвию, то ли в Израиль, или всё-таки к дочери Кристине Арбакайте. Я думаю, это всё вопрос времени. Мы обязательно об этом всё узнаем. Максим Галкин, я так понял, тоже к ним присоединился или присоединиться. Возможно, уже, скорее всего, тоже уехал. Ну и также появилась информация о том, что в том посёлке Грязь, где они проживают, якобы собираются они продавать свой замок. И тут Андрей Разин быстренько нарисовался и решил купить этот дом. Ну, в общем, он, как всегда, решил на этой всей истории похайповать и не более того. Также ещё многие поклонники Аллы Пугачёвой предположили, что, возможно, она больна. Ну, я не знаю, больна она или не больна. В любом случае, она уже взрослый человек. Но я думаю, что с ней всё в порядке. Просто они решили покинуть страну. Как вы знаете, очень многие сейчас покидают. И она не исключение. Ну, будем ждать, что там на самом деле, как произошло. Также, насколько я понял, в России запретили тикток. Даже не знаю, как это всё комментировать. У меня его никогда не было, поэтому мне, в принципе, всё равно. А вот я могу себе представить все люди, которые там находились, как они будут жить дальше с этим. Хотя некоторые опровергают эту информацию. В общем, я так и не понял, закрыли или не закрыли. Но информация официально о том, что закрыли. Русское радио и весь холдинг прекратили сотрудничество с украинскими музыкантами Иван Дорн, Макс Барских, Потап и Настя, Монатик, Дорофеева, Лобода, Вера Брежнева, Валерий Меладзе, а также группами «Аквариум» и «Две Маши». Ну, а Ксения Собчак, как вы понимаете, отправилась в запланированный отпуск, как она утверждала, в Турцию. Ну, её заметили в Израиле. Туда же вы отправился её супруг Константин Богомолов. Ну и, как я понял, Людмила Нарусова, её мама тоже туда будет ехать. Хотя Ксения Собчак это всё отрицает. Но, по крайней мере, вот на этих фотографиях вы можете с вами увидеть, что это таки правда. И она действительно сейчас находится в Израиле. Валентин Юдашкин отстранён от показа в рамках «Недели моды» в Париже. Вот такая вот информация ещё есть. Также страну покинул кинокритик Антон Долин, режиссёр Кантемир Балагов и поэтесса Вера Полоскова. Они публично об этом написали, ну и, собственно, указали причины, по которым они покинули свою страну. Состоялась премьера нового сериала с Ренезиал Вегер. Я его, кстати, очень ждал. Называется «Кое-что о Пэм». Рене сыграла Пэм Хаб, крайне любопытную даму, которая была замешана в трёх уголовных делах в убийстве. И по двум из них её признали виновной. И, тем не менее, до сих пор вопросы кое-какие по делам имеются. В общем, премьера с Ренезиал Вегер состоялась. Кое-что о Пэм. Если кто-то желает, вы можете посмотреть. Мне очень нравится эта актриса. Там она, кстати, будет такой пухляшкой немножко. Думаю, будет интересно. Леонардо Ди Каприо пожертвовал 10 миллионов долларов в Украине, оказывается, его бабушка по материнской линии была родом из Одессы. И за это хочется ему сказать огромное спасибо и всем тем людям, которые поддерживают в эту трудную минуту нашу страну. Также Украину поддержала на вручении премии «Спирит» Кристин Стюарт, ведущая, и многие люди, которые аплодировали стоя. Также поддержала Украину актриса Дженнифер Биллс в жёлто-голубом костюме Гуччи на церемонии «Спирит Эворд». В общем, как вы видите, Украину поддерживают во всём мире. Ну и немного цинизма. Конечно, в наше время сейчас много агрессии, много злобы, неуравновешенных людей. Но вот что стабильно, так это цинизм от Вероники Степановой. Я всё понимаю, я всё могу понять, принять. Но когда люди вот в таком формате... Тут, как говорится, знаете, тот случай, когда даже не хочется комментировать. Просто вот включаю вам отрывочек интересный из уст Вероники Степановой. Слушайте и комментируйте. Возможно, у многих поменяется какое-то отношение к этому человеку. Сбежала Пугачиха с Галкино, как вам нравится. Просто сбежала на землю обетованную. Земля обетованная всех спрячет. Россия дойная корова, в Израиле земля обетованная. Короче говоря, Пугачиха сбежала. Откуда у неё есть силы? Вы скажите. Я всегда думала, что она должна вот-вот сдохнуть. Потому что ножки худенькие. Тело жирное. Бухала, пила, как тварь, курила. И эти бесконечные тих-тих мужики не все сразу. Ну то есть вот это всё? Нет. Скрипит старушка. Жива. Вы можете себе представить? Я в шоке. Сбежали. Дудь. Патриот тоже мне. Земфирка с Ренатой в Париже. В Париже. Лянула, лянула, лянула. Лежут друг другу писулечки. Одна другу. Угадайте, кто у них актив, кто пассив. Так, пассив, стоять всего Ренатка. Нет, да, Ренатка. А Земфирка актив. В общем, как мужичок такой. Соответственно, она... Хочешь сладких апельсинов, хочешь я убью соседей. И вот это вот всё, под каштанами где-нибудь, под красивым деревом, под красивым деревом. Или, может быть, это какой-нибудь дорогой дык с видом на эфирную башню. Понимаете, да? Вот эти женщины занимаются страстными делами. Генеральная прокуратура Украины арестовала заочно Николая Баскова и Олега Газманова. Так что, как вы понимаете, в Украине им не то, что не рады. Они уже скоро их будут подавать в розыск, я так понимаю. Королева Великобритании Елизавета II встретилась с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Издание сообщает, что встреча прошла в родовом Винсторском замке, где она ранее лечилась от той самой болезни, о которой, как вы понимаете, уже все забыли. Темы, которые Трюдо обсуждал с Елизаветой II, конечно же, не сообщаются. Но хорошая новость в этом всем, знаете какая? Мы с вами знаем, что в последнее время много тревожных новостей было по поводу состояния здоровья королевы Британии. И вот она уже показалась, держится бодрячком. И хочется пожелать ей, конечно же, здоровья, чтобы она и дальше продолжала радовать всех своих подданных. У нее их много, ее очень много где любят. Ну еще немного безумия. Конечно, без этого никак не происходит. Виктория Боня тут захотела написать книгу. Ну как они все пишут книгу? Мне нужен человек, который это все сделает, а я просто буду надиктовывать всякую ерунду. А вам нужно из этой ерунды, знаете, как мультикаша с топора, сделать все красиво. Так что, если кто-то умеет красиво писать, напишите и боните. Сделайте это красиво, насколько это возможно. Уилл Смит снова в деле. Фильм «Я. Легенда» получит продолжение. Смит, между тем, не только сыграет в продолжении, но и выступит его продюсером. Сценарий напишет автор оригинального фильма Акива Голдсман. Хоррор «Я. Легенда» вышел в 2007 году. И при бюджете в 150 миллионов долларов собрал полмиллиарда. Поэтому выпуск продолжения оказался вполне логичным шагом. И вот, пожалуйста, теперь «Я. Легенда» будет продолжение. Уилл Смит нас всех еще порадует. И теперь он будет не просто сниматься, но еще и так же выступит продюсером. Сейчас это модно. Сын и внук Софии Ротару вместе с шестью украинцами пытались сбежать в Молдову на лодке. У них был проводник из местных. Всех задержали и вернули на родину. Я думаю, в этот момент сейчас София Михайловна не очень приятно. Но, как говорится, я никого не осуждаю в такой ситуации. Каждый себя спасает как может. Ну и вот, собственно, видео задержанных сына, внука и всей остальной этой команды. Я, честно признаюсь, удивлен. Я думал, они уже давно покинули страну, но нет. Порноактриса Елена Беркова вызывает Бузову на бой. Тут прям без комментариев. Просто послушайте. Но это было бы интересно. Я Елена Беркова. Бузова. Почему я не увидела ответа на свой вызов, маленькая трусишка? Или ты снова в запое? Коньяк от страха не поможет. Ты привыкла все подбирать после меня. Так подбери бойцовский дух и опыт. А если боишься, просто пискни и попроси пощады. Я жду тебя, маленькая трусливая девочка. Айза также покинула страну. Написала, что она очень переживает за себя, за своих детей. Поэтому срочно собрала вещи и тоже уехала. И я думаю, она не последняя уж точно. Валерий Леонтьев также уехал. Хотя, в принципе, Валерий Леонтьев тот человек, который давным-давно уже живет в Майами. Как и Арбакайте и многие другие звезды. На этом новости из мира шоу-бизнеса и светской хроники закончились. И сегодня, наверное, хотелось бы, знаете, как закончить рубрику добра? У нас обычно всегда в конце герои хорошие люди, которые делают прекрасные, замечательные поступки в этом мире. И они есть, поверьте, их очень много. Но конкретно вот в сегодняшнем выпуске, таком первом после всего происходящего, который вышел, я бы хотел сказать и выделить тут не одного человека, а всех. Всех тех людей, волонтеров, всех людей в Украине, которые сплотились, которые поддерживают, которые помогают друг другу, которые помогают за границей. Всех европейцев, всех людей, которые хоть как-то были причастны к помощи жителям Украины. Вот вы все и есть герои. Я знаю, что каждый, кто находится здесь, кто находится за границей, иностранцы, каждый из вас, сколько вас много мне присылали видео, фото, как вы собираете, помогаете гуманитарную помощь. И вам хочется всем сказать, что вы настоящие герои, потому что в такой сложный период для Украины вы не остались равнодушными, весь мир поддерживает, каждый как может. И поэтому сегодняшняя рубрика добра, она вот такая будет. Просто хочется сказать вот искренне, от всего сердца, огромное спасибо всем и каждому, кто поддержал словом, копейкой, какими-то вещами, помощью, волонтерством, работой, чем угодно. Приютили у себя людей. Кстати, если кому-то нужно из Украины выезжать, вы не знаете куда, здесь вот много на этом канале людей из Европы, которые готовы принять женщин, детей, стариков. В общем, говорили, если кому-то нужно, обращайтесь. Поэтому, друзья, если кому-то нужна какая-то помощь, пишите под этим каналом. Я уверен, что найдутся люди, потому что меня смотрит огромное количество людей из Европы, которые с радостью вам помогут и поддержат. Вот на этой ноте я закончу сегодняшний ролик. Я искренне надеюсь, что хоть как-то вам приподнять настроение, отвлечь. Буду постепенно возвращаться к работе, потому что это нужно и не только вам, и мне, нам всем. И еще раз хочется сказать всем огромное спасибо. Ну и, конечно, не забывайте, что лайки ставить нужно. Подписываться, конечно же, нужно. Всем хочу пожелать, конечно же, мирного неба над головой. Все будет хорошо. Я только на это настроен. Пишите, не стесняйтесь, или кому-то нужна какая-то помощь или поддержка. Я всегда для всех открыт. И мирного неба над головой. Берегите себя. Услышимся совсем скоро. Пока-пока.